Всем привет, друзья, с вами Камран Гасанов, это передача Королей Пешки. Сегодня у меня в гостях эксклюзивный гость, это бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнасель. Поговорим с ней о событиях в Украине, об отношениях России с Запада, а также затронем некоторые вопросы и проблемы Южного Кавказа. Уважаемая госпожа Кнасель, я приветствую вас и благодарю за то, что согласились дать интервью. Хотел бы начать нашу беседу с вопроса о стратегии курса Соединенных Штатов. Некоторые российские эксперты полагают, что подлинная цель США состоит не в победе Украины, а в продолжении войны. Одновременно они хотят ослабить Европу как конкурента и Россию как врага. Это мнение отдельных экспертов. Вы согласны с такой оценкой? Добрый вечер и спасибо за приглашение. Очень сложно понять подлинные причины и цель войны. Я не совсем согласна с мнением, что цель США это продлить войну как можно дольше, потому что ни общественность, ни политическая система США не приспособлены к этому. В следующем году в США выборы президента, и я не могу поверить, что правящая партия пошла на выборы с военными лозунгами. Многие американские политики за последние месяцы отметили, что США не могут вывести длительную войну. Поэтому я не могу согласиться с такой оценкой. Это анализ издалека. При этом цели войны и стратегия США, и об этом говорил, кстати, Генри Киссинджер, не ясны и не определены. Но тогда еще не было так очевидно, что США настолько активно будут вовлечены. И в последние месяцы мы видим постоянное курсирование американских истребителей и беспилотников над Черным морем. США все больше становится стороной конфликта. Но с какой стратегией, мне непонятно. Правильно ли я понимаю, что в целом США администрация Байдена хотели бы закончить войну? Просто есть лишь разница между подходами российской и американской стороны относительно условий мира. По мирному плану Китая мы уже увидели, насколько сильно расходятся позиции. Представленный главой МИД КНР план из 12 пунктов был сразу отклонен как со стороны Брюсселя, так и Вашингтона, с тем предлогом, что мирный план нельзя диктовать. Это могут быть пункты, которые сначала нужно вывести на повестку дня, а потом обсуждать на переговорах между затронутыми сторонами. Мне кажется, Вашингтон и Брюссель не совсем поняли, как нужно вести переговоры. Но тем не менее, предложение Китая, как и Турции в марте прошлого года, является продуктивным. Но оба плана были отвергнуты некоторыми странами НАТО, прежде всего Великобритании и США. Украина могла бы получить определенные выгоды от этих мирных планов. Президент Зеленский проявил интерес к китайскому предложению. Но такое ощущение, что Вашингтон, Брюссель и Лондон решают вместо Украины. В СМИ, кстати, были новости о том, что Зеленский хотел бы увидеться с Сидзимпином и что он даже отправил свою жену на Давоский форум, чтобы установить дипломатические контакты. Я как раз хотел спросить про китайский план. Как Вы думаете, есть ли у Китая рычаги воздействия для решения этого конфликта? Ведь в отличие от Турции Китай вторая экономика мира и у него больше сил, чтобы подвести обе стороны конфликта к урегулированию. Посмотрим. Я могу сказать, что я думаю или считаю, это скорее вопрос интуиции. Я могу привести пример другого успешного дипломатического посредничества Китая, например, в случае дипломатического сближения Ирана и Саудовской Аравии. Бесспорно Пекин организовал финал. Почему финал? Потому что основы этой дипломатической разрядки были заложены не китайской стороной, а дипломатами и политиками из Омана и Ирака. К рукопожатию Эр-Рияд и Тегеран шли целых три года, но Пекин может оказать гораздо больше давления, чем Оман или Ирак. Технические вопросы, как режим прекращения огня и перемирия, это две разные вещи. Они решаются военными, а не политиками. В Украине, возможно, турецкие военные могли бы сыграть роль, а потом китайские дипломаты вступят в дело уже на другом уровне процесса. Но это всего лишь предположения со стороны. Сейчас я бы хотел перейти к Европе. Это ваша область как раз. Мы всегда видели, что страны Западной Европы, Австрия, Италия, Германия и даже Франция всегда проявляли прагматичность в отношениях современной России. Почему Европа не может объединиться в рамках общей внешней политики и убедить Запад остановить конфликт? Вместо этого они прекратили диалог с Кремлем и поставляют все новые и более современные системы вооружения Украине. Я уехала из Австрии три года назад и покинула Европу около года назад. Я пыталась освоиться во Франции, и у меня очень много сомнений при ответе на ваш вопрос. Я правда не понимаю, почему все происходит именно так, как происходит. Я не могу дать четкого ответа, потому что я вижу, что дипломатия мертва. Вместо дипломатических переговоров поставляется оружие. Я не могу точно ответить на ваш вопрос, так как нахожусь вдали от Европы. Конечно, я слежу за событиями, читаю, но я живу в маленькой стране на Ближнем Востоке, в Ливане, и думаю, что в ближайшее время не смогу вернуться в Европу. Если бы вы хотели знать мое личное мнение, то я считаю, что в Европе осталось очень мало прагматичных политиков. Но даже если они остались, то подвергаются огромному давлению извне, в особенности со стороны НАТО, Евросоюза и, конечно, Соединенных Штатов. И поэтому они не могут вести себя так же прагматично, как и раньше. Сегодня, конечно, в политике больше идеологии, чем прагматизма. Здесь нет сомнений. В последние годы идет милитаризация внешней политики. Я удивлена тому, как это быстро произошло. Но я думаю, что это происходит из-за некоторых личностей. Пять лет назад в качестве главы МИД я сказала, что если я хочу встретить взрослых, я отправлюсь в Москву, Пекин или Дели. Но западнее Вены у меня не было ощущения, что я встречу взрослого. Это все менталитет тинейджера, и он не связан с возрастом. Можно встретить человека за 60, который реагирует эмоционально и по-детски. И это самое опасное. Госпожа Кнасель, в заключение я бы хотел узнать ваше мнение еще про один кризисный регион. Это Южный Кавказ. Как вы считаете, могут ли трансформации здесь прийти к какому-то долгосрочному финалу и решению? Я имею в виду конфликт Армении с Азербайджаном и Турцией. Верите ли вы в подлинный и полноценный мир между этими игроками? Я с большим сожалению наблюдала за последними 30 годами. Война принесла большие человеческие страдания. Здесь происходили конфликты и выселение, повторное возобновление военных действий в 2008 году и конфликт между Арменией и Азербайджаном. Эти конфликты обозначаются как замороженные. Во введении к моей книги «Дипломатия. История силы» говорится, что конфликт не решается, а постоянно затягивается. Кризис-менеджмент требуется, когда нет продвижения, но когда решение откладывается, наружу всплывают корни конфликта, и он разворачивается в еще более брутальной форме, чем 30 лет назад. Потому что выросло новое поколение, выросло страдание переселенцев. Как наблюдатель этих замороженных конфликтов, я могу сказать, что требуются большие усилия, и каждый должен прыгнуть выше своей головы. Но для этого нужна большая смелость, потому что такие решения могут стоить карьеры или даже жизни. И такие примеры были в истории. Например, Ицхак Рабин, его рукопожатие с Ясером Арафатом. Мне, конечно, легко говорить об этом, потому что я не занимаю ни сторону Армении, ни сторону Азербайджана. Но я могу представить, что в контексте этих новых транспортных путей коридора Север-Юг Южный Кавказ может стать узлом для связывания новых регионов. Речь идет не о создании кардинально новых транспортных путей, а связывании уже существующих между собой. Они позволят соединить Россию и Индию. Север-Юг – дополнение к коридору Восток-Запад, который должен соединить Владивосток с Индией. Открытие новых железных дорог, терминалов и каналов может придать стимул к урегулированию конфликтов на Южном Кавказе, в особенности между Азербайджаном и Арменией. Но в открытии коридоров заинтересованы не только они, но и те страны, которые не были вовлечены в эти конфликты, например, Индия и Иран. Я думаю, это очень правильный подход. Я, как преподаватель предмета теории международных отношений, могу сказать, что ваши взгляды очень близки к неолиберализму, который говорит, что через торговлю и инвестиции мы можем преодолевать конфликты и приходить к миру. Я надеюсь, что мир как на Южном Кавказе, так и в Восточной Европе наступит как можно скорее, и мы сможем наладить связи между Европой, Россией и другими затронутыми сторонами. Госпожа Кнасель, я вас благодарю за ваше время и за ваше интересное и важное мнение. Я надеюсь, что мы еще увидимся. И отдельно благодарю вас за то, что вы дали мне возможность попрактиковать мой немецкий, потому что после окончания докторантуры я очень мало говорил по-немецки. Спасибо большое. С удовольствием. Я понимаю, как сложно, когда нет практики. Я стараюсь хотя бы раз в месяц читать книгу на том языке, который мне нужен в моей профессии, в частности, французский, арабский, испанский. Я желаю вам удачи в этом деле и всего самого наилучшего. Спасибо и вам. Если у вас будет время, можете заглянуть на мой курс. Я преподаю с 5 апреля почти каждый день. Друзья, я напоминаю, что сегодня у в гостях была бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. Я вас благодарю за просмотры. Пишите комментарии и ставьте лайки. С вами, как всегда, был Камран Гасанов.